Можно есть шоколадки, пироженьки по утрам. Дело на 35 килограмм. И у них желе. Типа? Типа, да, да, но у меня не желе. Сталь. И ДП, а ПП? Нет, я не была никогда толстухой такой, чтобы там безразмерная. ПП-блок с черемуховой мукой. На самом деле, надо хотеть. Реально, скини. Я 7 лет не ем мясо. Например, захотела, там ПП-блок. Должен быть стиль. Марго, ты похудела примерно на 35 килограмм. Расскажи, пожалуйста, каким образом вообще это возможно? Я не представляю даже. Как это сделать? На самом деле, надо хотеть. Можно есть шоколадки, пироженьки по утрам. Запивать это все кофейком и худеть при всем при этом. Ну, первый этап моего похудения был именно такой. Можно есть пирожки? Конечно, можно. И не обязательно вот такие ПП. Можно есть вредные покупные пироженьки. И при всем при этом держать ритм в жизни. Хотеть похудеть. И результат будет. За сколько? За сколько времени ты похудела на 35 килограмм? Ну, если реально так поставить черту моего похудения, то где-то 5 лет. За 5 лет? Да. С пироженками и печенюшкой. С пироженками и мороженками. И шоколадками. Да. Я так понимаю, ты не хочешь раскрывать все секреты, как этого достичь? Секрет... Каких-нибудь 3 прямо. Самый простой секрет. Счет калорий. То есть, не выходить больше, чем тебе положено съедать. То есть, если тебе положено 1500, а ты съедаешь 1400, но с шоколадками, ты похудеешь. Но тело твое не будет прекрасным. Там, по коже, по состоянию. Оно будет дряблое, некрасивое. Ты будешь скини-фэт. Но при всем при этом, худеть ты будешь. То есть, это первое. Это счет калорий. Это работает для тех, кто хочет считать. А второе, ну, это чистое питание. Это продукты хорошие. Это обязательно. Потому что, на самом деле, шоколадки и пироженки, это все понятно. Это для души, для сердца, для настроения. Чтобы не сорваться. Но понятно, что если ты брокколи не ешь, то, как бы, тебя не заставишь. Но можно научиться его вкусно готовить. Вот, в принципе, как я и сделала для себя. То есть, я обычные такие продукты начала для себя готовить по таким углам, что они стали для меня вкусными и раскрывались. Ну, и третий спорт. Спорт. Я думаю, где же спорт? Без спорта не получится, правильно? Вообще, есть такое мнение, что для того, чтобы стройнеть и худеть, сбрасывать вес, 80% питание, 20% спорт. Ну, на самом деле, и это оправдывается вот моей фразой про скини-фэт, то, что я сказала, потому что реально... Что такое скини-фэт? Скини, ну, ты понимаешь, что такое скини-это худой, фэт-это толстый. То есть, ты, грубо говоря, ты выглядишь худым, но по факту ты желе, ты толстый. Но вот есть очень много ребят, которые даже среди моих знакомых, которые, они худые на вид. То есть, они носят S, XS, там, M размер для парней, но они садятся, и у них желе, то есть, ну, реально... А на животике желе, да? На животике, на ручках желе, ну, желе. Ну, показывай сразу Витьку. Ну, у меня не желе. Сталь. Сталь, да. Хорошо. Это левая. Хорошо. Она не ведущая. Я помню, как давно ты вообще похудела? Вообще, я могу сказать, что окончательно вот пришла я к своему нормальному весу. Сейчас я могу сказать, что мне нужно добрать до этого веса. То есть, я экспериментами как бы дошла до того, что я сейчас вешу меньше нормы, но реально мой идеальный 50-53 килограмма пришел ко мне в 2014 году. А дальше я уже начала выпендриваться, экспериментировать над собой. Зачем? Наверное, твой будет вопрос. Ну, давай, давай. Ну, на самом деле, я понимаю прекрасно, что мне это нравится, это мое хобби, и я понимаю, что я не могу рекомендовать людям то, что не прошло на себе. И когда я читаю многих диетологов, которые пишут о том, что не ешьте творог на ночь, потому что от него заливает... Ну, я ем. Я тоже. Я с решками еще и мёд. Ну, ты очень... тебе можно. На самом деле, ну, просто очень многие люди пишут про то, что, ну, им там плохо, например, от творога на ночь. Ну, есть много разных... Типа? Типа, да, да, да. Заливает. Это называется заливает. Меня пучит. Пучит тебя от орешек. Ну, просто я считаю, что нужно, как говорится, пройти все на себе, а после этого рассказывать людям. То есть, мне часто в блог пишут, помоги. Я говорю, как мне вас похудеть? Ну, то есть, прямой вопрос, как? Ну, скажите, как есть. Как есть? Как питаться? Вот она тут суха. Она тебя спрашивает, помоги похудеть. Да. Что? Что делать? Что делать? Я сразу говорю, ты считаешь калории? Нет. Нет. Я говорю, хорошо, с завтрашнего дня начать считать я тебя не заставлю. А она так, почему? Я говорю, ну, потому что ты банально не знаешь, как ты питаешься в течение недели. Ты не можешь анализировать свой рацион и что ты делаешь неправильно. И я, не живя с тобой в четырех стенах, не могу смотреть, не могу видеть и знать, как ты ешь. Записывай все, что ты съедаешь. Даже если ты стоишь, готовишь и съедаешь там ложку масла, вот жаришь на масле и ложку масла себе засоешь. Это очень часто. Все поджирают из-за этого толстые. Реально. По чуть-чуть. Ложка там, ложка. Вот как я буду сидеть сейчас, вот виноград потихоньку, а это как бы калория сахара. О, один записал, да? Ну, типа так. Окей, ну она будет записывать. Она будет записывать. Неделю ты анализируешь. Она ведет просто в блокноте, что она пишет. Я смотрю, что человеку по факту надо там полторы те же тысячи есть с ее неактивным, например, днем, да? Встала, пошла, посидела, встала, посидела. Ну, обычно такой же день у людей сейчас как бы мало кто активно себя ведет. Ну, по факту мало. Есть, конечно, активисты, но на самом деле... Это моднее сейчас стало. Это модно, потому что много и девайсов, и всего остального, которые тебя подначивают к этому. А по факту, особенно мамочки в декрете, это очень тяжело, потому что они вроде бы как с детьми, там, носятся... Ну, это отдельно. Давай мамочек пока не будет. Ну, в общем, да. Она говорит, вот мой рацион. Я смотрю, ей там полторы тысячи надо есть. Смотрю, она в день наедает три тысячи, например. Все, в два раза меньше, значит, надо. Ей надо в два раза... Все, уже понимаешь, что вот тут тебе надо рот закрыть, вот тут тебе надо пересмотреть. А почему ты вот здесь вот это вот с этим ешь? Как ты себя чувствуешь после этого? Ну и все, пробовать. Я не хочу делать акцент на том, что нужно питаться по какому-то шаблону. Такого нет. Мне идет виноград, тебе он не идет. Тебя пучить от него будет. Да, как от орешков. Как от орешков. Меня от орешков не пучит, потому что я их вымачиваю перед тем, как есть. Это лайфхаки попозже. Это, да, это как бы фишки питания, но... Короче, отслушать свой организм. Я слышал вот такое, да. Слушай, слушай. Это я во всех постах, которые у меня хэштег Марго ПП Советы. Я везде в конце пишу любите себя и слушайте себя, потому что это главное. Кстати, мы плавно, да, как неожиданно плавно подошли к следующему вопросу про твой блог. Да. То есть у тебя есть блог, я за ним наблюдаю в последнее время. И комментируешь. И очень рад. Иногда комментирую там шуточки какие-то. Но самое главное, что мне очень нравится, что он растет. Да. Я как не зайду, оп, плюс 500. Иногда плюс 1000. То есть там вот начиналось, мы с тобой познакомились, около 30 тысяч, по-моему, было. Да, под 30. 28, наверное, вот. А сейчас там 35, 36 уже, да. То есть у тебя какой-то, у тебя рост вообще как, с чего начиналось? Расскажи вообще, что такое ПП-блог и вообще, что такое ПП-давай. Потому что я недавно, не знал, не знал, но не знал, что есть... Попа придет. В мой случае это Попа придет. Попа придет. Но вообще ПП это правильное питание. Это уже сейчас стало таким модным словосочетанием, модное вот это сокращение, вот эта аббревиатура. Я даже не знаю. Не ТП, а ПП. Не ТП, да. Хотя есть книга, кстати, прикольная, ПП для ТП. Я ее читала. ТП для ТП. А я что сказала? ТП для ПП. Есть, да. На самом деле прикольная, от Бешеной Сушки я ее читала, естественно. Для начинающих, кстати, классная. Ну, реально рекомендую поржать. Даже где-то... Вот там, кстати, про Skinny Fett написано. Все. Оттуда стащила. Типа подпишем там. Именно оттуда. Василий Смольный. Василий Смольный? Василий Смольный. Как еще раз? ПП для ТП. ПП для ТП. ПП хэштег для ТП хэштег. Ну, в общем, классная книга, реально прикольная. Окей, про блог давай. Про блог. А вообще с чего, откуда, начало? Выпустилась со школы, пошла в институт, начала выхудеть. То есть реально такое движение пошло, хотелось там и мальчику нравиться. Это и все, да. Взрослая жизнь, конкурсы. И начали прилетать вопросы. Очень много вопросов там. Писать меня начали ВКонтакт еще, он тогда был на пике, да. Там еще какие-то соцсети. Марго, как? Как? Почему? Ты же такая пышка. Я не была никогда толстухой такой, чтобы там безразмерная. Я была всегда мощная, сбитая. Сколько тебе было, можешь сказать? Когда я... Я хорошо помню, что когда я в последний раз становилась на весы, я видела там 83 килограмма, 84. Но мне... Сейчас сколько? Сейчас 47, 48. Ну вот, 48. Вчера 49 было в кроссовках. Ну, каждый раз по-разному. Здесь как-то, что брать массу, одевая и помочь. И айфон, айфон 7 плюс плюс 500 грамм дает. Реально. Нельзя взвеситься с айфоном в руках и показать там подписчикам, потому что реально плюс 500. Ну, не суть. И начали люди задавать вопросы. Как что? Я начала готовить. Начинала, не могу сказать, что там прям с полезной какой-то выпечки. Просто начала готовить дома. На сливочном масле, с сахаром, уменьшая пропорции родителям. Вот. Я эти картинки оставляла. То есть я фоткала там, даже в свой обычный личный блог скидывала. Не блог. Страничку. Да, на свою. У меня две страницы. Марго как Марго я и как Марго ПП Блог. Раздвоение. И потом за неимением времени и неумением, например, приготовить рагу для меня было тяжело, там многокомпонентное. Я брала брокколи, отваривала его, там добавляла какие-то специи и начала просто понимать, что это может быть вкусно. И это можно сочетать вот так, вот так, вот так. Ну, у меня была уже база определенная про питание, потому что семья у меня очень так тоже на этом акцентирует внимание. Мясо мы уже очень давно не едим, я 7 лет не ем мясо. Родители почти... Отдельная тема, да? Да, родители почти 12, при том, что отказался первым отец. Он пришел домой и сказал, жена, не готов мне больше мяса. Резко. Резко. У него были на это свои доводы, они просмотрели там определенные фильмы, есть очень много фильмов, которые реально люди, которые задумываются и хотят перейти на вегетарианство, лучше пускай они посмотрят и откажутся, реально, окончательно. Если вы об этом не думаете, не думайте. Отказ должен пройдет и так. Все, не хочу. Вот так произошло в моей семье. Я поджирала, честно. Котлеты в школе, там беляши, сосиски, то есть у меня еще это было. А вот в одиннадцатом году, когда я поступила в институт, все, пошел отказняк. И курицу я очень любила, и курицу очень долго ела, но отказалась. Ну, так получилось. Ну, в общем-то, и я начала готовить для себя какие-то блюда, пробовать и начала это фоткать. Потому что... Пока? Стол, да, тихо? Просто у меня был поднос, на котором... Ну, просто обычный поднос, на котором ты столик, вот, в кроватке кушаешь, да, такой. Я на него ставила... То есть когда ты лежишь, типа, не на завтрак в постели? Да, 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 да. Обычный, черный, такой стильный стол. Я его ставила на обычный стол к подоконнику. Выкладывала, там, вот сейчас смотрю фотки, там, просто... Такую тоненькую, там, непонятную запеканочку. И скидывала это по принципу ПП-дневник. То есть дневник правильного питания. Это уже... Это было в Инстаграме? Это уже было в Инстаграме. Это уже в теме Марго ПП-блог. В моем блоге. Когда это было? Два года назад. Два года назад он начался. 31 августа 2016 года, да. Два года назад? Вот за два года что было, что сейчас? Да, я недавно просматривала свои, вот, первые посты. Немножко жалею, что почистила их одно время. Ну, потому что там реально никудышно. Там где-то не было рецептов, где-то было очень тупо написано. И моя нынешняя, как бы, концепция, хэштеги везде проставлены. То есть по некоторым хэштегам ты можешь увидеть, там, рецепт долготичной давности, и люди до сих пор его смотрят. Я понимаю, что это хорошо, что люди видят динамику, как у меня меняются фотофоны, там, фотоаппараты, там, виденье, взгляды. Но, тем не менее, я тогда начала. И это было так. Доброе утро. У меня сегодня на завтрак запеканка, орешки. И вообще я такая вся. Ух, сил, там много хорошего во мне. Ну, набирала эта вся красота по 10-20 лайков. Ну, это логично. Один коммент, и то с хэштегами моими. Но ты хэштеги сразу писала, правильно? Нет, я к этому пришла год назад. Потому что, когда рецептов стало тысяча, и я... У тебя уже на твоем блоге тысяча. Да, тысяча рецептов. И из них, я могу откровенно сказать, 98% мои авторские рецепты, которые я сама придумала. Это, кстати, важно, да, что у тебя свои собственные... Да, это важно, потому что... Ну, как важно? Какой-нибудь другой блогер... Ты не крадешь, по крайней мере, да? Я не краду это чисто на моей совести. То есть, по факту, знаешь, как говорится, шарлотку пекут все одинаково. Ну, то есть, ты понимаешь, там яблоки, яйца. А дальше твой полет фантазии. Вот если я использую, например, черемуховую муку... Муку. Черемуховая мука. Черемуховая мука. Да, она существует. Да, это очень классная мука, на самом деле. Она очень ароматная. Но при всем при этом, это будет новый рецепт шарлотки Марго ПП Блок с черемуховой мукой. Но по факту, это та же шарлотка. Ну, ты ищешь вот эту изюминку, правильно, чтобы... Я меняю многие гос-рецепты на масле, с сахаром и адаптирую их под себя. Во-первых, под себя, под свои вкусовые предпочтения. А во-вторых, под доступность продуктов. Черемуховая мука, на самом деле, много где есть. Это сушеные ягоды, черемухи, плоды. Поэтому тут как бы... Это русское такое, знаешь. Я первый раз слышу. Ты со мной пообщайся побольше, я тебе не такое расскажу. Хорошо, хорошо. Год назад... Сколько примерно у тебя было подписчиков год назад? Мне кажется, что около 20 тысяч. А, ну это нормально. До 20. 18 точно было. Я хорошо помню, что я отмечала... Прошлым летом у меня был пост, где я писала спасибо вам за 20 тысяч. Прошлым летом. Без хештегов. Просто писала пост. Просто спасибо вам, мои дорогие... До этого посты были с хештегом. А, без. Без хештегов ты набрала 20 тысяч. Да. Просто пощ-картинке и... Ну как, ну... Как это происходит вообще? Ты не знаешь, это чудо какое-то? На самом деле... Как тебя находят? Сейчас... Откуда пишут? Какие комментарии? Ну, ты... Что-нибудь такое... Я могу сказать честно и откровенно. Сейчас все развивают свои блоги посредством рекламы таких же блогеров, ну, допустим, как я. Я не покупала ни одной рекламы. Ни у кого. Это было как... ВП у нас есть такое между блогерами. Взаимный пиар. Сокращение. Ты блогер, я блогер. Я тебе пишу. Слушай, давай мы с тобой вот... Ты на своей страничке обо мне расскажешь, я на своей. Коллаборация. Твои подписчики смотрят, подписываются на меня. Мои подписчики смотрят, подписываются на тебя. Вот так я продвигалась. Плюс кулинарные странички, сборники рецептов, иными словами. Я когда публикую рецепт, я их отмечаю, прям на фотке. Они у себя размещают мои рецепты. Да, очень часто. И это могут быть маленькие паблики, могут быть там миллионники. И люди оттуда тоже, они увидели твой рецепт, ну, как бы, типа, сохранили себе. Но ты-то у них там осталась, там написано авторство. И, ну, половина из них реально заходит к тебе на страницу и подписывается. То есть я вижу динамику. Меня отмечают в моем рецепте, и на меня подписчики идут. То есть по факту развиваться можно, это долго. Сейчас все хотят быстрый рост. Конечно. Зачем? У меня душевный блог. Ну, то есть по факту. Главное – душа. Душа, у меня нет коммерции в этом блоге, никакой. То есть я ничего не продаю. Я не продаю свои услуги как диетолога. Хотя диетология, карта, корочка диетолога у меня имеется. По факту. То есть я как бы диетолог с образованием. И уже теперь и ПП-кондитер, и куча у меня всего. Но я не считаю, что я должна это, во-первых, сейчас продавать. Во-вторых, в этом блоге. Потому что это блок рецептов. Все-таки это блок моего видения, питания. Это блок моей души. А другие хотят что? Чтобы на них было много подписок, много подписчиков. Пофигу им на эти комментарии, на лайки, на все остальное. Им главное, чтобы их пост был в топе в Инстаграм. Им главное, чтобы им платили деньги. Если ты вкладываешь в это, в первую очередь, коммерцию, тебе ничего не пойдет. Потому что это творчество. Чтобы творчество пошло, нужно с душой к нему подходить. Вот и все. Так реально все говорят. Если вот подытожить, да, как, например, можно там создать и продвинуть свой, какой-нибудь ясный, например, захотел, там, ПП-блог. Вот скажи, там, я не знаю, 3-5 каких-то таких фишек. Если бы ты сейчас заводила новый ПП-блог. Да, я на самом деле 5 не уверена, но постараюсь. Первое – это найти нишу. На чем ты специализируешься? Лучше найти узкую нишу. Допустим, у меня фишка своя. Я каждое утро по будням показываю свой завтрак. Мои подписчики, если завтрак утром не получают, они реально мне пишут, Марго, где завтрак? Ты не завтракал, говорю. Ну, волнуется. На самом деле. То есть, какую-то найти узкую нишу. Ниша? Ниша. Узкая именно специализация. Значит, дальше. Дизайн, формат. Чтобы было красиво. Да. Когда все в разнобой, это некрасиво. То есть, если посмотреть на мой блог, то можно увидеть, что у меня один столбик с белым фоном, один столбик с черным фоном, а один столбик у меня типа информационный. То есть, я туда могу свои фотки скинуть, просто сфоткаю стол. Но это все будет с едой, либо со мной связано. То есть, там я пишу всякие фишки, советы. Могу какой-то продукт, например, показать. Как у меня в последнее время, очень спрашивают, как ты ухаживаешь за кожей лица, как твои ноги без целлюлита. Я реально делюсь с подписчиками тем, что мне нравится. Выбор за ними, как бы, брать, не брать. Но реально, как бы, люди читают, им интересно. Вот, то есть, у меня есть стиль. Должен быть стиль. Душа. Душа. Душа – это первая очередь. Это, наверное, даже не в пункте. Потому что... Без нее никак. Это я вкладываю в первый пункт, когда ты выбираешь свою узкую нишу. Потому что, ну, ты должен выбрать то, что ты любишь, то, что тебе нравится. Ну, вот, три точно я могу сказать. Ну, и четвертое – это актив. Актив. И пятое – желание общаться с другими блогерами. Потому что... Коллаборации, взаимоприарты, все с ними. Я могу сказать честно, вот, два года веду блог, и много есть девчонок, с которыми мы до сих пор общаемся. Вот, реально, два года. Вот они начинали, там, примерно, плюс-минус. Я тоже. Мы общаемся, там, голосовыми сообщениями. Это, в основном, Россия. Мало того, девчонки приезжают в Минск. Я была в Москве зимой. И мы встретились с одной из тоже классных девчонок. И мы общаемся между собой, у нас обмен мнениями. Мы сидим в кафе, едим, пп еду. Ну, на самом деле, обсуждаем это все. Это очень здорово. Это вроде бы как соцсеть, но по факту это такой маленький дом. Вот именно среди нашей вот ниши, вот, блогерство, среди питания. Маша, пп – это другая. Фитнес – это другое, другая тусовка. Все, про фитнес – следующий вопрос. Хорошо.